Сегодня 15 декабря, 22 год. Вы на канале Олега Соскина. Итак, перечислим важнейшие события, которые сформируют центральный тренд на ближайшие 2 недели. Я думаю, до конца 2022 года. На эти 2 недели и закончится этот год. Как он закончится, давайте рассмотрим сценарий. Итак, первое, что для нас очень важно. Происходит серьезнейшее накопление авиационных сил и артиллерии, военной техники и живой силы на границе Белоруссии и Украины. Идет серьезное скопление. Все время заявляется со стороны Украины и институции США и Великобритании, что нечего опасаться. Нет там ударной группировки. Ударные группировки, смотря какой, с какой целью и для чего предназначены и что она должна сделать, эта группировка. Можно, так сказать, растеклись по всему фронту. От, собственно, от почти Сумской области до Украино-Польской границы, до Шадских озер. А можно наоборот нанести какой-то очень секторально точный, мощнейший удар, например, по Чернигову. И это разные задачи. И наносить его при поддержке и использовании ракет, которые сосредоточены сегодня на территории Белоруссии. На этих всех аэропортах, городах и так далее. В Гомеле и прочее. То есть, совершенно разная цель может быть поставлена. Вот это первый. Хотел бы на этом обязательно обратить ваше внимание. На этом факте. Я думаю, он чрезвычайно важный. И попытаемся посмотреть, почему. И почему заявления и армии, и экспертов Украины, и иностранных представителей, я считаю необоснованными. Что отсутствует реальная прямая угроза удара со стороны российско-белорусских сил именно по Чернигову. Не по всему фронту, а именно по Чернигову и по Киеву тоже. Второй момент важный. Польский Сейм принял решение объявить, и проголосовали они за это, объявить Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма. Это серьезнейшее решение. И, конечно, у Путина, я думаю, что он там так аж видно слюной ядовитой своей брызгал. То есть, он еще больше, у него появилась ненависть и желание нанести удар по Польше. Ну, естественно, трем посткоммунистическим странам. Литве, Латвии, Эстонии. Ну, короче, Балтийский сделать военный, сделать Балтийский театр военных действий. И пробиться к Калининграду. Тем более, что там Сейм записал несколько пунктов, в том числе и по этому голландскому самолету Нидерландов, который сбит был именно россиянами, по сути. И по Смоленской трагедии, что Россия несет в прямую вину ответственность за убийство, уничтожение президента Польши. И 96 человек, как известно, погибло. И, естественно, что Качинского, одного из братьев. И, соответственно, его супруги. Верхушка вся погибла. Поэтому это впервые зафиксировано в такой серьезной, публичной, комплексной резолюции. Ну, и там говорится о том, что Польша будет постоянно поддерживать Украину, чтобы Украина успешно противостояла против агрессии Российской Федерации. Таким образом, это прямой удар, причем ясно, что после Польши и другие страны будут теперь принимать, уже ряд стран принял такие резолюции. Но теперь их станет еще больше. То есть, готовится как бы консолидированная позиция по тому, что РФ Путин, что он военный преступник и возглавляет государство. РФ Путин захватил власть в нем, узурпатор. И они, это государство спонсор терроризма или вообще государство террорист. Это, конечно, усиливает конфронтацию и нагнетает напряженность на балтийском фланге Балто-Черноморского, Меридиана, Дуги. И делает, по сути, необратимым уже процесс столкновения грядущего, которое здесь должно произойти между РФ и странами Балтии, Балтийского региона. Далее, очень важно для нас, это то, что выступил, я уже вам эту информацию рассказывал и объяснял, но еще раз, давайте ее проанализируем. Это Пушилин, заявление Пушилина о том, что надо взять, освободить, захватить Чернигов и Одессу. Это очень важно, то, что он сказал, Чернигов и Одессу. С Черниговым я вам объяснил, как это, можно согласиться, что это готовится. А потом было заявление Пескова, как известно. И Песков, по сути, не дезавуировал этого Пушилина и не опроверг, а просто сказал, что, типа, если люди там выскажутся в поддержку, то, чтобы их не принять в Российскую Федерацию, если новые субъекты уже есть. Ну и мы с вами знаем, что и Путин, и Песков, и другие заявили, что вот эти уже загарбленные территории, это и Херсонская область, и Луганская, Донецкая, и Запорежская частина, Харковская частина, и Миколаевских областей, и Крымский певостров, они уже оккупованы и включены эти территории до склада Российской Федерации. Таким образом, четко заявлено, что Россия готовится от Федерации, Московия к захвату Одессской области и, соответственно, Черниговой и Черниговской области. То есть, Путин останавливаться не будет. Далее. Путин и все остальные заявили, и Лавров, и Песков, и Медведев, и Патрушев, что цели должны быть, они называют это специальной военной операцией, войны террористической, геноцидной против Украины достигнуты. Достигнуты это уничтожение суверенного государства, демократического, европейского Украина, и уничтожение украинского народа. Известно, что в случае захвата Украины в концлагерях где-то разместится минимум 30% населения Украины, это так называемые будут концлагеря фильтрационного типа, чтобы уничтожить всех, кто, так или иначе, в тихий час поведают украинскую ментальность, украинские националистические погляди, украинские строительства, суверенность, ну и хотят выборовать независимость Украины, продолжить национальные измогания, революционную вызвольную войну против оккупантов Московщины. То есть это четко прослеживается. Итак, определено, что цели остаются, Чернигов, вот я вам сказал, следующая цель это Одесса, Одесса, и в этой связи мы должны с вами, как бы там много уже подготовлено, так же как и в Чернигове, и там как раз внутренний конфликт существует с этим мэром Матрошенко, и в Одессе тоже серьезнейший конфликт с Трухановым мэром, вот, лобби, которая его поддерживала, тоже их убрали, ну и плюс, постоянные там идут выступления, там же света нет, канализации нет, общественный транспорт практически не ходит, холодной и горячей воды нет, электричество отсутствует, то есть тепло отсутствует, ну как, как жить? Интернет тоже с перебоями, то есть как функционировать? Ну, решили, нынешний там танкист возглавляет эту администрацию, решили они идти путем закручивания гаек, это преследования, аресты, вот, арестовали там лидера общественной организации, которая выступает за то, чтобы моряки могли, как им обещано было, выехать за рубеж и работать на этих торговых судах, этого, это не выполнено обещание и решение, которое принято, то есть мы видим в Одессе местная власть закручивает постоянно гайки. Следующий факт, чрезвычайно для нас важный, опять были обстрелы Очакова, и московиты захватили вот этот остров Потемкино, как он там называется, то есть это дельта, по сути это дельта Днепра. И вот здесь появляется очень опасная такая возможность у московитов, которая свидетельствует, что они готовят захват и Одессы, ну и Чернигово само собой. Черниговскую ситуацию я вам прорисовал. А вот Одессы, они понимают, что в лобовую Одессу взять нельзя, то есть у них не выходит. А вот если они заходят с дельты Днепра и двигаются по дороге между Николаевым и Одессой, тогда ситуация жестко меняется. И мы видим, что, к сожалению, украинские подразделения, ну не дается команда ни заложным, ни остальными, выбить их с Кенбургской косы, выбить их вот с этой дельты и зайти украинским войскам в дельту и тем самым окончательно обезопасить и Николаев, и Одессу от вторжения. Потому что зимой, конечно, можно начать двигаться именно вот этим путем по захвату данных двух городов с этого направления. Вот это чрезвычайная ситуация и опасная. Теперь смотрите, что происходит дальше. Ну мы с вами обсуждали ситуацию 14 числа декабря, когда были утром нанесены удары по Киеву, Киевской области, там еще несколько территорий этими тегеранскими дронами. И 13 дронов было сбито, но естественно действовало ПВО. И, конечно, московиты эту всю модель системную действий ПВО, они сосканировали и смогут верифицировать там и все-все точки найти. Теперь далее мы с вами подходим к положению. Кирби заявил следующее, что, представитель США, что договор по поставкам ракет иранских в Российскую Федерацию подписан. Но я могу сказать, я думаю, что они будут поставлены первые партии до 20 числа декабря. Сколько их будет поставлено, трудно сказать, но это мощнейшие ракеты. Их дальность от 300 до 700 километров. То есть они могут спокойно обстреливать всю Украину. И Иран согласился это сделать. Таким образом, Иран открыто... Дроны уже поставлены, вот эти, они уже наносятся ими удары по Украине, этими новыми дронами из второй или какой там партии. А теперь еще один очень важный материал мы должны рассмотреть. Это то, что Син Зипин, этот китайский вождь коммунистических бандитов, лидер Китая, в последние недели, непонятно, ну я думаю, вот сейчас, неделю он, поручил китайскому правительству наладить более тесные экономические отношения с Россией. Но в течение 9 месяцев, как известно, войны, Китай занимал выжидательную позицию. То есть Китай определился. Об этом ссылкой на политических советников Пекина заявила газета The Wall Street Journal. То есть это чрезвычайная информация. Далее смотрите, что получается. КНР хочет увеличить китайский импорт в Россию, импорт российской нефти и газа в Китай, сельхозтоваров, усиление энергетического партнерства в Африке, в Арктике. Вот. На севере, на северном полюсе. Но там будет очень мощный идти торговый путь. Они там построили московитые атомные ледоколы, которые должны прокладывать этот путь именно в Арктике. Увеличение китайских инвестиций в российскую инфраструктуру, такую как железные дороги и порты. Видите, как все интересно происходит. А дальше они говорят, что надо ввести китайскую валюту в широкое распространение, чтобы уйти от санкций. И они переводят торговлю между Китаем и Россией именно в систему, по сути это бартер, клиринг, но на китайской валюте юань и на российском рубле российском. Будет взаимозачет идти и потом тот, кто имеет положительное сальдо, закупает дополнительные какие-либо ценности, товары у другой стороны на эту сумму. То есть это такое чисто социалистическая придумка. Она функционировала именно в период советского владычества, когда Советский Союз был главным гегемоном вот на этом пространстве коммунистическом. Ну и соответственно другие страны его беспрекословно слушали, хотя может им это и не нравилось. Далее что мы с вами видим? Мы видим, что вот этот поворот решения сил углубить экономическое сотрудничество Китая-России называет поворотом в двусторонних отношениях стран, которые усиливаются все более и становятся все более тесными. И они не просто стоят на паузе, а они очень быстро развиваются. И в последнее время этот процесс прямо набирает бешеных оборотов. И здесь для нас важно следующее, что к сожалению США еще не приняла решение поставить патриоты. Германия не дает леопарды, мало идет оружия, снарядов для хаммерсов и сами хаммерсы не поступают. То есть Украина получает очень как струйка комара вот эти все необходимые вооружения для того, чтобы эффективно отражать атаки в Москве по Украине. И здесь для нас еще один очень важный момент. Это, то есть Китай определился с Синдзипин, что он будет, то есть он полностью стал на сторону России. Вот это принципиально важно. И еще важно то, что Венгрия прекратила блокировать кредит на 18 миллиардов Украины, который выделяет ей Европейский банк, Центробанк. Что это означает? Это Евросоюз. Означает, что Украине придут эти деньги. И это означает, что Венгрия взамен получает деньги, которые ей тоже заблокированы были, где-то там на 10-12 миллиардов долларов. И мы можем говорить следующее, что значит Орбан получил тоже какую-то, ну как бы ксиву такую, что не переживай, все будет хорошо, мы постоянно вместе и таким образом как бы уже Китай выбрал, по какую сторону он баррикад. Что он против США, а это означает, что он будет воевать с Тайванем, это означает, что они поддержат Северную Корею. Вот вам эти комбинации. И последний тогда выходим на последнюю как бы сюжетную линию. И вот если все это в совокупности взять эти все факторы и их соединить, то выходим на следующий момент. Это на критические дни, вот с 20-го по 30-е декабря, условно скажем, 22-го года. Вот я считаю, что это критические дни удара Российской Федерации по Украине. Мощнейший удар по центрам принятия решений. То есть к этому все готово. Смотрите. Помните, тут еще важный какой есть момент. Это, ну мы говорили про дроны, про вот эту всю ситуацию. То есть что как бы видно, что Венгрия, Китай получили какую-то информацию. Пушилин ее имеет. Вот по поводу Одессы, по поводу Чернигова. Как бы все выстроено. И здесь мы выходим на важнейший элемент. Это то, что Путин отказался впервые за 10 лет проводить итоговую по 22-му году пресс-конференцию и выступать в Думе с докладом по году. Ну и зачем он это мог сделать? То есть он, Путин согласится потерять вообще свое РНМ, свой статус и власть свою. Нет, никогда не согласится. Он будет биться до последнего в этой борьбе? Конечно, будет биться до последнего. Он умеет это делать. Он воспитан был на единоборствах. Он всегда такой был. Он и сам говорил, что как крысу загоняют в угол, крыса бросается на противника врага. Так вот, ну и цели будут достигнуты. И вы помните вот эту разработку, которую они давали, что надо нанести удары по центрам принятия решений. Суровикин на это готов. Эта модель использовалась в Грозном, когда разбомбили полностью. Это 2009 год война шла в Грозном. Эта модель использовалась в Сирии. Ну и как бы на этой модели сейчас работает фактически Россия. Она на фронте ничего сделать не может. Поэтому она уничтожает мощности Украины. Я вам объяснял уже, что мы знаем. И это власть заявила, что до 50% этих мощностей и все остальное уже уничтожено. Плюс уничтожены многие логистические центры, предприятия и так далее, и так далее. То есть Украина реально, ВВП в этом 2022 году реально после этих ударов на 50% скорее всего уже упадет. И так готовится вот этот финальный удар, который должен изменить ситуацию для Путина в позитивную сторону. То есть что ему надо? Они будут бить по Киеву. Я вам уже объяснял это. И так выходит, это где-то критические дни такие идут. 20, 20 декабря, 20, 12, 20, 22. 22, 12, 20, 22. 24, 12, 20, 22. 26 и 28. Вот это очень такие серьезные дни. Они даже и чисто космические, астрологические, они как бы вот в таком находятся символическом каком-то звучании. Тем более это дни, когда начинаются рождественские каникулы. И все жирные, брюсселевская, шпана и вашингтонская, и лондонская, они все уходят на каникулы. И вот тут как раз очень классно Путин может нанести удары. По Киеву, по этому офису президента, по банковой, по институтской. То есть все центры принятия решений, они находятся в одном месте в Украине. Это очень удобно. И я думаю, что к этому все готово. Если, предположим, будет, например, выпустить он 150 ракет, иксов, там, этих калибров, может, ониксов, параллельно будут наноситься удары по Одессе и по Черникову. То есть не будет такого размазанной картины. Плюс, например, он уже получил новую партию дронов, Иран-Тегерань, и их, например, 200-300 запутят сразу. И это будет идти волна за волной. Волна за водуной, вот оно будет, с ночи я не начну, там, например, 22-го. И это будет продолжаться в течение нескольких дней для достижения результата. То есть, чтобы была потеряна управляемость. И параллельно начнется наступление на Чернигов, и через дельту Днепра они пойдут на Одессу выйдут. И, например, будет дана команда, будет десант высажен в Террассполе на аэродроме, там, 5000, например. И они двинутся тоже на Одессу. Может такое быть? А почему нет? Почему может быть? Правда? Тогда же говорил, Зеленский и прочие рассказывали, что войны ж не будет. А они ж уже на Подоле, на Болоне были, да? Эти орки. Они уничтожили все под Киевом города, Чернобыльскую станцию захватили, Славутич, да? А чего этого не может быть? Ну и тогда, естественно, задача будет выполнена. То есть, Украина будет, по сути, оккупирована. Ну и дальше понятно, что будет. Вывод какой делаю? Ну, во-первых, не сидите. То есть, выезжайте. Выезжайте, не ждите, когда это случится. Второе. Будем все-таки надеяться, что какой-то у Мишка все-таки есть. Не только же они пятой точкой думают. Этот Зеленский, Ермак и прочие, да? Залужный там и так далее. То есть, они сумеют упредить. И нанести упреждающие удары по российским объектам. Массированные удары. В том числе, с заходом пехоты наших подразделений на направлениях Брянска, Белгорода. Там они канавы строят какие-то. Ну, это все фигня такая. Курск и так далее. Ну, вот такой бы я вам сценарий выстроил бы. Контент. И я считаю, что есть, вот если пассианс этот змеиный путинский раскладывать, то как бы вот эти все элементы уже сложились для нанесения самого главного удара. Хочу, конечно, быть неправым, но представляется, что цель такая. Ну, давайте посмотрим. Поддержите Олега Ильича, пожалуйста. Тем более, что курс гривня девальвируется. Сейчас поговорим про это с вами. Каждый день вижу... То есть, Гороховский, ну, это он так поговорить. Он специалист. Но видим, что курс падает. Каждый день видим. У монобанка, у других курс падает. Уже один евро превысил 40 гривен. Даже у банков. То есть, это катастрофа. Это финансово-экономическая катастрофа. Так что, подписываемся, идем, чтобы уже 80 тысяч нас было. Все доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok